С вами Николай Пивненко в проекте Даты. Сегодня 26 июля. День парашютиста России и день эсперанто в мире. Ну а теперь о родившихся в этот день. В 1856 году появился на свет Джордж Бернард Шоу, выдающийся ирландский драматург и романист, лауреат Нобелевской премии в области литературы один из наиболее известных ирландских литературных деятелей. Общественный к тому же деятель, один из основателей Лондонской школы экономики и политических наук. Много всевозможных крылатых выражений принадлежит Шоу. Но мне почему-то запомнилось одно. И, кстати, я его воплотил в жизнь, чтобы не стать героем этого выражения. Он говорил о сигарете так. Это предмет, у которого с одной стороны огонек, а с другой стороны дурак. 1875 год, день рождения Карла Юнга, швейцарского психолога и психиатра. Сотрудник Фрейда, основатель школы аналитической психологии. Он был ученым, для которого материалом исследований была прежде всего собственная психика, ее чудеса и тайны, сновидения, фантазии и видения. В глубинах собственного подсознания он разглядел архетипы отражения души всего человечества. Томас Манн сказал, это был пророк, сумевший сдержать всеохватывающий натиск рационализма и давший человеку мужество вновь обрести свою душу. 1894 год, день рождения Исаака Бабеля, писателя «Конармия», «Одетские рассказы», «Закат» и другие. «Слушайте, вы будете просто рыдать от удовольствия». Так начинал он обычно свои устные рассказы, которые, по свидетельству Паустовского, были сильнее и совершеннее, чем написанные. 1928 год, день рождения Стэнли Кубрика, фотографа-двоечника, до того, как он стал американским кинорежиссером. Он родился и вырос в Бронксе, в Нью-Йорке. Кубрик был известен как перфекционист, который не мог остановиться, не добившись идеального кадра. К примеру, фильм с широко закрытыми глазами вошел в Книгу рекордов Гиннесса как фильм, который снимали дольше всего, 400 дней подряд. А актерам частенько приходилось переигрывать сцены. Одну из сцен с Крузом режиссер переснимал, ну, как вы думаете, сколько? Да, целых 95 раз. 26 июля 1943 год, день рождения Мика Джаггера. Воплощение духа 60-х. Безгранично свободный и вечно молодой. Люди хотят, чтобы я был тем же, каким я был в 1965. Это эгоистично, но их можно понять. Пока я такой же, их юность остается с ними, говорит музыкант. Джаггер – это прежде всего голос легендарной группы Rolling Stones, но время от времени он записывает и сольные альбомы. В 1971 году родился Андрей Григорьев Аполлонов, певец, участник группы Иванушки Интернешнл. Кстати, в Сочи ему даже поставили памятник на одной из улиц. И для того, чтобы было у вас счастье, нужно потереть его грудь. Потереть рыжего, так это называется. Ну, а теперь о событиях этого дня. 1709 год. Петр I с триумфом после Полтавской победы въезжает в Киев. Здесь он проведет месяц. Живет в едва ли не единственном каменном доме на Подоле. А дарил монаха за то, что разбил посуду и велел установить памятник Самсону. Прибыл сюда царь через месяц после победы над шведами. Но отмечать это событие царю пришлось нелегальной горилкой. В то время в Киеве шла активная борьба с самогонщиками. Богослов Феофан Прокопович в честь выигранной битвы сравнил Петра с библейским Самсоном, что очень понравилось монарху. И вот он и решил поставить в Киеве статую. Видимо, киевские власти не очень внимали указан, так как Самсон появился на Подоле только через 40 лет. Первую неделю царь жил в Лавре в покоях митрополита Варлаама. А затем якобы переехал в тот самый каменный дом на Подоле, который и называют домиком Петра. Хотя не исключено, что он просто бывал там на обедах, которые устраивал городской глава Ян Быкович. В 1730 год российская императрица Анна Иоанновна подписывает указ об отливке Успенского большого колокола, который впоследствии получит название «Царь-колокол». Создать его поначалу было предложено парижским мастерам. Но из столицы Франции пришел отказ, мотивированный тем, что колокол подобных размеров отлить просто невозможно. Тогда исполнение было поручено московскому мастеру Ивану Маторину. Однако первая попытка оказалась неудачной. Не сумев справиться с царским заказом, Иван Маторин, видимо, так распереживался, что вскоре умер. Но его дело блестяще завершил сын Михаил Маторин. Он создает из 200 тонн колокольной бронзы один из самых известных ныне памятников литейного искусства. Первое время Большой Успенский колокол находится в литьевой яме, где производилась его чеканная отделка. Пожар 1737 года повредил колокол. Из-за неравномерного охлаждения он треснул, и от него отвалился тот самый большой кусок весом 11,5 тонн. В течение века царь колокол так и оставался в литьевой яме, покуда в 1836 он не был водружен на постамент. Созданный, кстати, самим Монферраном. И по сей день Большой Успенский колокол считается самым крупным в мире. 1941 год. Газета «Известия» заявляет, что революционная бдительность – одно из важнейших условий организации победы над врагом. Пора понять, что болтун – словоохотливый человек, прямая находка для шпиона, вольный или невольный пособник врага. С тех пор выражение «болтун» – находка для шпиона становится крылатым. Мы, телевизионные ведущие, это знаем хорошо. 1951 год. Во время раскопок в Новгороде, проводящихся Институтом истории материальной культуры Академии наук СССР под руководством профессора Арцеховского, обнаружена первая берестяная грамота. За три года их будет обнаружено 106 штук. Самые древние относятся к XI веку, поздние – к XVI, ну а основная – масса к XIV. Буквы на бересте процарапаны особыми костяными инструментами, которые также найдены при раскопках. Большинство грамот являются частными письмами, которые писали даже люди низших социальных слоев и, конечно же, женщины. 1971 год. Посадка на Луну американского космического корабля «Аполлон-15», пилотируемого космонавтами «Скоттом», «Орденом» и «Ирвином». Ну и последнее. 1953 год. Сантьяго де Куба Фидель Кастро Рус, выпускник иезуитской школы-интерната и юридического факультета Голландского университета, а также 165 его сторонников, предпринимает штурм военных казарм Монкада, надеясь завладеть оружием. И хотя он закончился неудачей, Кастро осудили, между прочим, на 15 лет, Фидель знаменит на всю страну. Через два года, получив свободу по амнистии, Кастро эмигрировал в Мексику, а еще через год высадился с горстка революционеров на острове и возглавил партизанскую борьбу против диктатора Батисты. И хотя сегодня все поменялось, Куба по-прежнему одна из самых бедных стран Латинской Америки. Мясо полностью исчезло из рациона рядового кубинца, молоко получают только дети в возрасте до 7 лет. Возможно, ситуация когда-то изменится. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».